Андрей Вашук предлагает мне обратиться к моему опыту руководителя коммерческих организаций, бинзы, вспомнить примеры того, как люди, получая неожиданное богатство, не умели им распорядиться и расплачивались, неудачи Ну, примеров очень много На самом деле, главные примеры США в другой области вот эти батареи Особенно здесь, там, статистики все ведут, отслеживают этих победителей И умение распоряжаться деньгами приводит к тому, что люди, которые выигрывают эти вот призы миллионы Ну, там, какие-то проценты из них становятся, в конце концов, благополучными А остальные, не умея распоряжаться деньгами Ну, хватает это все на 2-3 года И потом они оказываются в том же самом состоянии, что и были Примеров, на самом деле, очень много предпринимателей, которые построили свой бизнес, скажем, на схеме одной Которая со временем, ну, перестала работать В связи с тем, что там уже многие стали использовать эти схемы Вот Вот Люди разорялись У меня есть знакомый Был, наверное, с ним не общался Муж очень известной певицы И вот Ну, еще и потому, что Очень много тратил на эту певицу, на ее проекты В какой-то момент я спросил, она уже с новым мужем была Где ее предыдущий муж Она сказала, не знаю Кажется, ездит на автобусе Против все свои машины А Акадий Новиков мне рассказал историю Как Тоже наши общие знакомые Один Кризис Акадий Новиков Акадий Новиков Макадий Новиков Акадий Новиков Ты Человек разорился Вот И это довольно частое явление все хорошо все хорошо отсутствие опыта да очень хорошие люди эти красные пиджаки то есть это же ведь такое общее правило было молитвы ребята на бирже зарабатывали первый свой миллион долларов пиджаки офис секретарша границу известный предприниматель до самого деле я начинал бизнес в одном из полковья вот это был кооператив техники Артем Тарасов в какой-то момент вот он накопил эти 25 миллионов долларов и там что-то его решили прижать там в каком-то проекте я думаю просто 5 дней он в Лондоне оказался мне подробно рассказывал что не знал как распорядиться с деньгами тут появились какие-то советчики очень солидные ребята которые начали предлагать проекты сокарентабельные очень денег не хватило этих 25 миллионов на три года отняли все до копеечки причем профессионально естественно очень отняли так что подразить ничего не смогу вот эти державицы это же даже не пирамида он просто продавал эти пустые места я действительно накопил там кстати говоря не очень большие деньги были рублями он хвастал эта комната была заполнена вот насколько я помню эта речь шла на 10 миллионах долларов вот шикарная жизнь никакого опыта правой который пользуется в общем уважением эксперт через день пресс-конференции тот ему такого же захотелось в один день раскручивал себя но за пушой ничего вообще ничего в конце концов он начал подъем какие-то пациенталистические движения фан вступил в какую-то фашистскую партию и яугал смешно Сергей Мавродин можно было чуть-чуть прогнозировать можно было это авантюра пирамида но можно было как-то защититься защитить себя но он совершенно не думал о будущем и возникла идея все начали продавать акции своих компаний в бизнесе и его компания которая располагалась в Ленинском музее тоже начала продавать акции и и поскольку процент очень высокий все эти интересные авантюры там властелина и так далее все пирамиды процент был очень высокий очень быстро росли вот это работало некоторое время не знаю за два месяца до того как МММ лопнуло я давал интервью к Раулу за два месяца я прямо число назвал но вся эта штука взорвется двадцать третьего июля я не помню сейчас я просто говорю так авски там сидел на записи один знакомый мой и Андрея богатый человек в Армении не вот не буду его называть вот он все слышал и Андрей мне потом рассказывал что он его спросил ты же слышал все от бурового чего ж ты это не избавился он сказал ну я не поверю в буровой фантизм а очень часто не верят и зря не верят Субтитры сделал DimaTorzok